Приветствую, дорогие друзья! Ракеты – моя любовь с детства. Как и для многих моих сверстников, ну, тех, которые рождены в СССР, космос, достижение страны в его освоении – это вещь, сравнимая только с победой вот в той Великой войне. Ну, взять для примера мою семью. Один мой дед, к слову, еврей, родом с Украины, погиб под Москвой. Второй – русский, тоже, между прочим, с Украины, отвоевав в гражданскую финскую, отвечал за производство ракетных снарядов для «Катюш». В наркомате минометного вооружения. Мои родители делали оборудование для спутников. Я родился на Звездном бульваре. Жил и учился в школе на улице Космонавтов. А сам занимался ракетными топливами. Запускал свои первые ракеты, ну, к ужасу соседей, в двух шагах от дома, на ракетном бульваре. Поступил в институт на ракетные топлива. Даже успел немного поработать на заводе по их производству. Да что там говорить. Десять лет в тюрьме старался при возможности выписывать журналы про ракетную технику. Это как первая любовь. Ну, не забывается. Как и многие из вас, на прошлой неделе я с белой завистью смотрел запуск первого частного пилотируемого космического корабля. Юрий, ты должен это видеть. Маск воплотил и мою мечту. Мечту миллионов мальчишек. Своя настоящая космическая ракета. С настоящими космонавтами. Спасибо ему за это. В такие моменты испытываешь гордость за человечество. Первый частный пилотируемый корабль. Первый пилотируемый корабль с многоразовыми разгонными блоками. Да просто первый абсолютно новый пилотируемый корабль за столько-то лет. Маск не мой кумир. Но это правда было круто. Он молодец. И НАСА молодцы. Это действительно прорыв и шаг вперед. Почему прорыв, спросите? Менее чем за 20 лет с нуля создано семейство, новое семейство пилотных и беспилотных кораблей. Многие применяемые технологии не использовались ранее. И уж точно не использовались все вместе. Почему важный шаг вперед? Маску и его инженерам удалось сделать полеты в космос экономически оправданными. Наш союз предназначен для трех человек. Дракон Маска может взять семерых. Плюс в несколько раз больше полезного груза. Плюс возврат отработанных разгонных блоков. В результате, как говорят, вместо 6 тысяч долларов за килограмм, 600 в 10 раз экономичнее. У меня есть хороший знакомый. Он занимается запуском спутников. Работал в России, пока не пришли ребятки из ФСБ с требованием отдать бизнес. Он не стал спорить и уехал в Америку. Сейчас запускает спутники там. Так вот, он объяснял мне, что на самом деле, в очень близкой перспективе, космос – это не только связь и контроль над земной поверхностью. Это добыча полезных ископаемых на астероидах, где их не окисливала атмосфера. И это уже, мол, сейчас реально, а совсем скоро будет рентабельно. Так вот, дракон сделал это скоро, сегодняшним днем. Бесконечный ресурс редкоземельных элементов брошен просто к ногам человечества. А ведь на подходе – лунная программа Джеффри Безоса. Но порадовавшись за маской из НАСА, невольно думаешь – а вот у нас-то что? Мы, конечно, все принадлежим к одному человечеству, но я гражданин России. Я хочу гордиться за свою страну, за ее достижения, за мирные победы. Это 9 мая, власть может просто так вот им воспользоваться, как будто имеет к нему хоть какое-то отношение. А космос – он наоборот. Если нет успехов, если угробил промышленность, если разрушил международную кооперацию, если позволил дружкам просадить триллионы долларов на дворцы и яхты, то от сравнения с достижениями предков ты в лучшем случае ничего не выигрываешь. Да, фундамент для человечества в космосе создан в нашей стране. Циолковский, Королев, Гагарин, Леонов – они проложили дорогу, они были первыми. Сегодня космос – обыденность. Но для этого нужно было, чтобы в начале прошлого века ученый из Калуги разработал теорию ракетного движения, определил ту скорость, которую должны развивать корабли для выхода на орбиту, ну и для ухода в открытый космос. Предложил состав горючего, используемый, к слову, и поныне. Нужно было вывести на орбиту первый спутник и послать в космос первого человека, а потом первым же в космосе распахнуть люк и выйти прямо, прямо к звездам. Мне говорят про фон Брауна. Да, достижения его команды в ракетостроении известны. Но он именно ракетчик. А решить весь комплекс задач, и в частности стабилизировать ракету, применить ее для вывода груза, а потом и человека на орбиту, смог только Королев. А сам Браун в США не смог. Опоздал. А Королев смог. И Гагарин смог. Но это было давно. Наверное, последнее из отечественных прорывных достижений – это первый выход человека в открытый космос. Это 1965 год. 55 лет назад. А что сейчас? К сожалению, сейчас российская космонавтика утрачивает ведущие позиции. То есть мы, конечно, все еще удерживаем достаточно большую долю рынка космических перевозок. Но, во-первых, за счет, в основном, разработок советского периода. Корабль «Союз-то» свой первый полет совершил 53 года назад. Во-вторых, наша доля рынка неуклонно сокращается. Конечно, нельзя сказать, что российская космическая индустрия не играет никакой роли в мире. Но эта роль из лидерской превращается в другую, какую-то не очень почетную. Например, Маск основал свою компанию SpaceX в 2002 году. После того, к слову, как ему отказались продать российские ракеты за вменяемые деньги. А прозвучавшая на пресс-конференции по поводу запуска дракона с астронавтами «Шутка про батут» была адресована главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Не в таком уж далеком 2014 году обиженный санкциями Рогозин предложил американцам доставлять своих космонавтов на МКС при помощи батута. Всего шесть лет Маску потребовалось, чтобы сделать то, что Рогозин считал абсолютно невозможным. Вообще любопытно сравнивать лица российской и американской космической отрасли. Того самого Рогозина и Маска. Они в чем-то даже похожи. Ну, не внешне, конечно. Но оба любят экстравагантные поступки. Вот Илон Маск курит травку во время интервью. А вот молодой Дмитрий Рогозин делает на митинге то, за что сейчас неминуемо можно отправиться в колонию, к слову, на достаточно долгий срок. Оба, и Рогозин, и Маск любят и активно пользуются социальными сетями, а также ценят дорогую недвижимость. Вот дом Маска в Калифорнии, который он купил в 2012 году за 17 миллионов долларов. А вот квартира Дмитрия Рогозина за почти полмиллиарда рублей, которая каким-то странным образом досталась ему в 2013 году. По тому курсу полмиллиарда, к слову, это около 15 миллионов долларов. Так что, в общем, сами видите, сходство есть. И один и другой получают государственные заказы на создание космических кораблей. Оба много пиарятся и оба ведут красивую жизнь. Но есть и разница. Дело в том, что между получая государственные заказы и ведет красивую жизнь, у Илона Маска получается с нуля и за малый срок создать работающие космические корабли. А у Дмитрия Рогозина не получается. Илон Маск отправляет в космос даже свой автомобиль. А Дмитрий Рогозин кормит нас обещаниями. Есть между ними еще одно отличие. Маск много зарабатывает. Но он бизнесмен и источник его богатства понятен. Ну, он принял участие в создании PayPal. Заработал десятки, сотни миллионов. Создал Tesla. Зарабатывает на росте капитализации этой компании. А вот Дмитрий Рогозин, он чиновник. И на чем он зарабатывает? На такую же, как у Маска, образ жизни? Остается только догадываться. Хотя, честно скажем, догадка это не такая уж сложная. Я далек при этом от мысли, что Дмитрий Рогозин – это вот такой злой демон, разваливший российскую космическую отрасль. Рогозин – обычный среднестатистический чиновник путинского призыва. И это самое печальное. Не было бы Рогозина, был бы кто-то другой. С таким же результатом. Может быть, только не так глупо бы подставлялся. Проблема отрасли не в конкретном руководителе. Проблема в том, что нельзя создать высокотехнологичную, нацеленную на будущее индустрию в стране, которую тащат в прошлое. Но нельзя одновременно создавать новые космические корабли и насаждать в стране архаичное самодержавие. Победа в Великой Отечественной войне – это важная дата в нашей истории. Но прошло 75 лет. Пора двигаться дальше. Новым поколениям нужны новые победы. А дальше – это вперед, в будущее. А не вглубь веков, к печенегам и половцам. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Тем более, что печенеги с половцами – это не факт, что самая героическая страница в российской истории. Я много раз говорил и буду повторять. У путинского режима нет видения будущего. Будущее им просто не нужно. Им хочется навсегда зацементировать настоящее. Когда и если это не получается, то они тащат нас в прошлое. А будущее нужно нам. Тем гражданам, кто хочет, чтобы Россия пережила Путина, а не загнулась тихонько от деградации. Тем, кто хочет вместе со страной радоваться и гордиться нашими победами в космосе, а не краснеть от очередной чиновничьей ахинеи. Но за это будущее придется побороться. Сами по себе маски у нас не выживут. Была, знаете ли, такая грустная шутка. Мол, смог бы Илон Маск создать Теслу в России. Нет, отвечают, он бы еще за PayPal не отсидел. Шутки шутками, но чтобы у нас появился свой Илон Маск, чтобы мы могли радоваться и гордиться российскими космическими и не только космическими успехами, нам надо возвращать страну себе. А пока это не произойдет, российская космическая отрасль будет выглядеть так, как ее видит Рогозин. И такие, как Рогозин, а не такие, как Маск. Всего вам хорошего.